Святитель Феофан Затворник. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? Письмо первое. Письмо о себе и о новой для вас обстановке. Ждал и жду, но вот сколько уже времени, ничего не дожидаюсь. Что сделалось? Уж здоровы ли вы? Храни вас, Матерь Божия, или намерение переменили? Всяко бывает, и это возможно. На этот случай и пишу теперь, чтоб, если так есть, и если тут участвует какая-либо опаска обо мне, что де обременять не след или другое что, вы выбросили ее из головы. Писание к вам, и притом о таких предметах, не будет для меня тяготою, напротив, составит немалое удовольствие, внося некое разнообразие в обычные мои занятия. Скажу нечто большее, что если не состоится задуманное нами, то я буду себя чувствовать так, как чувствует себя понесший какой-либо убыток или потерявший нечто. Как это, не стану вам объяснять, но повторяю, что это так будет, и что сему так и быть должно. Вот и приходится не совет вам давать, а прошение прилагать, пишите. Хотя большой мудрости нечего вам от меня ожидать, но один уже пересмотр всего достодолжного доставит вам немалую пользу, оживив в памяти вашей всю эту область и сосредоточив на ней внимание, может быть, с возгрением и особой энергией. А в этом последнем какое благо! Ибо если бывает у нас нескладность в жизни, то она всегда почти происходит не столько от худоумия и худосердечия, сколько от недостатка ретивости и ревности к достодолжному. Так пишите же! Письмо второе. А я растерялся в догадках, что бы такое было. А вот что! Бабушка немножко болела. Ну, бабушка — победоносное слово. Для внучек нет теплее места, как у бабушек. Нет и для бабушек дороже лиц, как хорошие внучки. И за это надо Бога благодарить. А вы чаще утешайте бабушку и повнимательнее слушайте, что она говорит. У старец мудрость, опытами и трудами жизни приобретенная. И они часто, невзначая в простых фразах, высказывают такие мудрые уроки, которых и в книгах поискать не найдешь. Хоть вы представили очень удовлетворительное объяснение, почему не писали так долго, но все же следовало бы на вас наложить хоть небольшую епитимию в видах исправления. Думаю, однако, что, может быть, вы лучше расположитесь к исправности, если поблагодарю вас, что писали и за то, что писали. И благодарю. Обещаете быть откровенную? Добре. Откровенность — первое дело в переписке. Иначе нечего было ее и затевать. И пишите всегда с плеча все, что есть на душе. И особенно пополнее излагайте вопросы, которые зашевелятся в голове и станут настойчиво требовать решения. Тогда и решения будут приниматься, как земля жаждущая принимает воду. И это есть самый лучший способ и приобретения, и закрепления в душе понятий, разъясняющих суть предметов и дел, которых яснозрение очами ума считаем мы для себя необходимым. Какой был бы толк, если б я написал вам об одном, а ваша душа была бы занята другим? Это было бы пусторечие, похожее на то, как если б два лица разговаривали между собою, обратясь друг к другу спиною, и каждый толкуя о том, что у него пред глазами. Мы, кажется, так и положили с вами, что не будем заниматься отвлеченностями и рисовать планы и теории, а поведем речь так, как вести ее заставит текущее явление жизни. Так и будем идти шаг за шагом. Пишите, что «у вас рябит в глазах». Дня с два, говорите, случилось мне пробыть в обычных здесь общественных увеселениях, то в театре посидела, то погуляла, то была на вечере. И что это за толкотня, какие речи, какие о всем мудреные суждения, какие приемы в обращении, все это мне дико, а от толкотни мысли не соберу. Это на первый раз вам так показалось, а потом присмотритесь. Впечатления, вами испытанные, после покойной, простой, семейной в деревне жизни, совершенно в порядке вещей. Я бы сказал вам, поэтому и судите, где истина жизни и где ложь, но не знаю, что у вас от всего бывшего засело на душе. Ибо возможно, что на поверхности будто и не одобрение таких порядков, а поглубже — сочувствие им и желание повторения. Жизнь, которую частичку вы видели, имеет одуряющее свойство. Так что и видит, что все это не то, а все тянутся, как привыкший к опиуму, знает, что будет как сумасшедший, а все принимает его, или потому и принимает. Так вы как себя чувствуете? Тянет вас еще туда? Желательно вам так проводить жизнь. Прошу хорошенько расписать мне это. И по правде. Письмо третье. Как вы обрадовали меня вашим ответом. Не тянет, напротив, отталкивает. Ни один день после того я была как разбитая. Душа моя томилась и тосковала, и я сладить с собою не могла. Насилу-насилу отлегло. Что ж это вы в прошлый раз не прописали этого? Мне и показалось, что, помалчивая, вы прячете за знобу или за нозу. Дай бог, чтоб такое, отревающее от светской жизни и светских увеселений чувства, навсегда сохранилось в вас. Но, возможно, и то, что слюбится. Как видно, вам нельзя не соприкасаться к такой жизни. Во второй раз будет уже не так разрушительно и смутительно. В третьей еще меньше. А потом и ничего себе. Как говорят про водочку. Первая чарка колом, вторая соколом. А там уж только подавай. Которым приходится зайти в табачную мастерскую, что испытывают? И глаза ест, и в носу точит, и дохнуть нельзя. А которые труд-то, тем совсем ничего. Да и эти свежие, постояв немного, уже не так жмурятся, чихают и перхают. А потом и совсем эти неудобства прекращаются. Смотрите, не случилось бы и с вами подобного, относительно так возмутивших покой ваш порядков жизни. Вы будто упредили мой вопрос и говорите. И не думаю, чтобы я помирилась когда-нибудь с такой жизнью. Присматриваюсь и нахожу, что это не жизнь. Не умею этого объяснить, но утверждаюсь в мысли, что это не жизнь. Движения тут много, а жизни нет. Вон и моя швейня куда как хлопочет, но что в ней за жизнь? Прекрасную мысль породила ваша светленькая головка. Теперь ваше положение я могу считать более надежным. Чувство одно, непрочно. Оно может измениться. Но когда в помощь к нему приходит основательная мысль, то оно упрочивается и собою опять упрочивает мысль. Вдвоем они похожи на крепость. Но чтобы эта крепость была крепче, надо вам понять, почему именно нет жизни в той жизни. Если продолжатся наши беседы, то со временем подробно выяснится это. Теперь же скажу только, потому нет в той жизни жизни, что она не все стороны человеческой жизни занимает, питает, а только малую частичку, и при том такую, которая стоит на последнем месте, или вернее на окраинах жизни, не касаясь центра ее. Жизнь человеческая, многосложна и многостороння. Есть в ней сторона телесная, есть душевная и есть духовная. Каждая имеет свои силы и потребности, и свои способы упражнения их и удовлетворения. Только тогда, когда все силы наши бывают в движении, и все потребности удовлетворяются, человек живет. А когда у него в движении только одна частичка сил и только одна частичка потребностей удовлетворяется, то это жизнь, не жизнь. Все одно, как в вашей швейне, движение должное бывает только тогда, когда все части ее в ходу. Прекратись действия какой-либо части, машинка стала, не живет. Не живет и человек по-человечески, когда в нем не все в движении. Только в машинке прекращение ее жизни, движение, видимо, видится, а в человеке бездействие в нем полной человеческой жизни, при действии одной какой стороны и удовлетворении немногих потребностей, совершается невидимо, хотя есть действительно, как действительно неподвижность сказанной машинки. Таков закон человеческой жизни. Приложим его к тому, о чем у нас речь. Какие силы там заняты и какие потребности удовлетворяются? Заняты руки, ноги, язык, глаза, уши, обоняние, осязание, память, воображение, фантазия и сметливость, все в совокупности самая низшая сторона человека, одинаковая у него с животными. И удовлетворяется только одна потребность животной жизни, или лучше, играние сей жизни, какое действует и в молоденьких барашках с овечками, когда их выгоняют на зеленую поляну. Кроме этих сил, есть у человека еще два-три яруса их, и еще главный им центр. Судите же теперь, может ли такая жизнь быть жизнью? Чувство ваше сказала вам, что нет тут жизни. Указываю вам главную причину, почему нет. Может быть, действие этой причины не так теперь для вас ясно, но общая мысль не может не быть понятую. Подробности же уяснятся со временем. Ибо я имею намерение все достодолжное выводить из устройства человеческого естества. Жить нам надобно так, как Бог создал нас. И когда кто не живет так, смело можно говорить, что он совсем не живет. Прошу удовлетвориться пока этим. Письмо четвертое. В прошлый раз не о всем я поговорил, чего касались вы в своем письме. Шлю дополнение. Вы говорите. Еще вот что я вижу, что все в попыхах спешат, гонятся за чем-то, чтобы уловить, и никто ничего не успевает поймать. Случилось мне пройти людною улицею или местом. Какая там суматоха и суета. Но смотрю потом, и в домах тоже, тоже, вероятно, и в душах у них. И ума не приложу, уже ли так можно жить. И вот что еще вижу, что тут друг друга теснят, вяжут и тиранят. Никто своей воли и свободы не имеет. Одеться не смей, как хочешь. Ступать не смей, как хочешь. Говорить тоже. И ничего не смей, как хочешь. Все у них подчинено какому-то закону, который не знают, кем написан. Всех он теснит, но никто сломать его не смеет. Зато и сами делаются тиранами друг для друга. Посмей не послушать кого. Горе. Я, например, пою, когда хочется петь. Ведь это рай, и самой приятной и слушающим. А тут, хочешь не хочешь, пой. Предлагается это очень вежливо, но отказаться-то считается делом противозаконным. И поешь. Самой тяга-то невыносима. Чуть грудь не треснет, а надуваешься. Показать, что поешь от души. Я замечала это и у других. Вот вам и свобода. А ведь снаружи посмотреть все вольница. Вольница, спутанная по рукам и ногам. По этому поводу стала я присматриваться, да от души ли они делают и все прочее. И что же? Может быть, я ошибаюсь. Но не увидела ничего, что было бы от души. Ласки напускные, готовность к услугам тоже. Взаимоуважение тоже. Все напускное. За видимостью, гладкою и изящною, прячется совсем другая душа, которую, если б ее вытащить наружу, никто не нашел бы не только изящною, но и сносною. И выходит, что когда мы собираемся, то представляем собою сборище лицедеек и лицедеев. Комедия. И еще что мне дивно, это то, что от всех веет холодом. Как же это так? Ведь все, дружка-дружке, кажется, душу готовы отдать, а кругом ходит холод. Совершенно верно. К вашему описанию нечего и прибавлять. Все это давно уже замечено и указано в предосторожность. Еще Макарий Великий вот как изображал увиденную вами сумятицу и гоньбу зачем-то. Чадо века сего уподобляются пшенице, всыпанной в решето земли сей, и просеиваются среди непостоянных помыслов мира сего при непрестанном волнении земных дел, пожеланий и многосплетенных вещественных понятий. Сатана сотрясает души и решетом, то есть земными делами, просевает весь грешный род человеческий. Со времени падения, как приступил Адам заповедь и подчинился лукавому князю, взявшему над ним власть, непрестанными, обольстительными и метущимися помыслами всех сынов века сего, просевает и приводит он в столкновение в решете земли. Как пшеница в решете у просевающего бьется, и взбрасываемая непрестанно в нем переворачивается, так князь лукавства земными делами занимает всех людей, колеблет, приводит в смятение и тревогу, заставляет прирожаться к суетным помыслам, нечистым пожеланиям, земным и мирским связям, непрестанно пленяя весь грешный род Адамов. И Господь предсказал апостолам будущее на них восстание лукавого. Сатана просит вас, дабы сеял яку пшеницу, ас же молихся отцу моему, да не оскудеет вера ваша. Евангелие от Луки, глава 22, стих 31. Ибо сие слово и определение, изреченное создателем Каину явно, с теня и трясыся, в тревоге будешь и на земле. Книга Бытия, глава 4, стих 12. Служит втайне образом и подобием для всех грешников, потому что род Адамов, приступив заповедь и соделавшись грешным, принял на себя втайне это подобие. Люди приводятся в колебания непостоянными помыслами боязни, страха, всякого смущения, пожеланиями многообразными, всякого рода удовольствиями. Князь мира сего волнует всякую душу, нерожденную от Бога, и, подобно пшенице, непрестанно вращающейся в решете, разнообразно волнует человеческие помыслы, всех приводя в колебания и уловляя мирскими обольщениями, плотскими удовольствиями, страхованиями, смущениями. Беседа пятая, параграф первый, второй. Вот вам в предаток к вашему наблюдению. Вы заметили, что есть и бывает, а святой Макарий указал и причину того, и первое исходище. Этот взгляд на дело в том круге, о коем речь не принимается, и речи о том заводить нельзя. Вас же прошу усвоить этот взгляд и всегда держать его в мысли. Он выражает суть дела, и, будучи вами принят с убеждением, будет служить для вас ограждением от обаяний светской жизни. Чтобы больше об этом подумать и более сродниться с таким образом мыслей, потрудитесь прочитать всю эту пятую беседу святого Макария. Книгу эту я давал вашей матушке, и она хотела ее приобрести. Своей стороны прибавлю, что эта гоньба зачем-то и неудовлетворенность ничем зависит от того же, о чем я писал в прошлый раз. Именно от того, что таким образом жизни не все естество человеческое питается, и не все потребности его удовлетворяются. Неудовлетворенная сторона, как голодная, требует пищи в утоление своей алчбы и жажды, и гонит человека искать ее. Человек и бежит искать. Но как он вращается все в том же круге, неудовлетворяющем голодающей стороны, то удовлетворения не бывает. Голод и жажда не пресекаются, не прекращается и требование пищи, не прекращается и гоньба. И никогда она не прекратится в живущих по духу мира. Враг же держит их в ослеплении, по коему они не замечают ошибки, что не тою дорогою бегут и не туда стремятся. И в этом мраке томит и душит эти души бедные. И так их отуманил враг, что и говорить им об ошибочности не смей никто. Так и зарычат, как лютые звери. Не рыкнили это того льва, который всюду рыщет, и ски кого поглотите. Что касается до других, замеченных вами сторон светской мирской жизни, скажу только, что иначе сему и быть нельзя. Ибо такая жизнь есть жизнь падшего человечества, которого исходная черта есть самолюбие или эгоизм, себя ставящий целью, а все и всех средством. Тут причина того, что всякий хочет навязать свои желания на другого или связать его ими, что назвали вы очень мягко тиранством. Уж как не скрашивает кто своих желаний, на зади всего стоит эгоизм, желающий повернуть вас по-своему или сделать вас средством. Тут причина и лицедейство, суть которого есть напряженное ухищрение всячески прятать свои дурные стороны, не исправляя их, иначе пресечется влияние на других и, следовательно, пользование ими как средствами. Тут причина и того, что от всех холодом веет, ибо всякие замкнут в себе и не различает лучей теплой жизни вокруг себя. Правда, вы, верно, встречаете несколько лиц с симпатичным строем сердца, так и льнут и берут прямо за сердце. Такое расположение есть остаток родственного чувства, с каким создан человек в отношении к другим, но оно тут состоит в услугах у эгоизма, которые пользуются им как наилучшим средством к устроению своих дел. Я знаю одно такое лицо. Лучше прямой эгоист или эгоистка, чем такие симпатисты и симпатистки. Тех хотя заметить можно, куда ведут дело, а здесь редко кому удастся этого достигнуть. «Правда, вы непрестанно почти встречаете услуги, но они делаются за тем, чтобы потом за одну запрячь вас на десять дел в свою пользу». Скажете, «Да как же это? Тут все бьют на честность, и в чем-либо показать нечестность значит сгубить себя». «Правда, что так есть, но эта честность есть маска эгоизма. Все дело тут не ударить себя в грязь лицом, для чего нередко допускаются самые бесчестные поступки, коль скоро можно утаить их от других. Вы даже услышите или уже услышали приговоры «Это эгоист, это эгоистка». Не подумайте, что говорящие это сами чужды эгоизма. Нет, этот приговор относится к тем, которые не позволяют повертывать собою или употреблять себя в средства для эгоистических целей тех, которые так о них судят. И, следовательно, прямо обличает всех последних эгоистов или эгоисток. Я слышал, что такие особы даже монахов укоряют в эгоизме, что для себя одних живут. Бедные монахи, не поесть, не попить, не поспать, день и ночь на ногах, в послушаниях, не имея своей воли и своих желаний, и попали в эгоисты. Поэтому одному можете судить, какого достоинства суть и вообще обличение в эгоизме, какие встречаете или встретите среди светских, а не значит «нашла коса на камень». Пересмотрев написанное, вижу, что это я очень грубый произнес суд над светскую жизнью, но не беру слова назад. Может быть, я и не написал бы того, что написалось, но, как вы сами заметили, довольно темненькие пятна в свете, то я и разохотился запеть в ту же ноту и не думаю, чтобы это сколько-нибудь вас покоробило после того, что сами вы сказали. Но ожидаю от вас вопроса «как же быть-то?» Это и будем решать в продолжении всей нашей переписки. Теперь же скажу только, совсем вам отстать от всех конечно нельзя, но сколько можно отнекивайтесь входить в круг этой светской жизни, а когда втянут против воли, держите себя так, как бы вас там не было, видя не видите и слыша не слышите. Видимое пусть проходит мимо глаз и слышимое мимо ушей. Внешне действуйте, как и все, будто на распашку, но сердце свое берегите от сочувствий и увлечений. В этом главное сердце берегите, и будете там только телом, а не душою, верно исполняя заповедь апостола, да будут требующие мира, як он не требующие. Первое послание Коринфянам, глава 7, стих 31. Мир здесь тоже значит, что у нас свет и светская жизнь. Вы будете требующие мира, то есть имеющие нужду соприкасаться светской жизни, но когда будете держать вдали от всего свое сердце, то будете как не требующие такой жизни, то есть не посочувствию и желанию в ней участвующие, а вынуждаемо будучи настоящим своим положением. Утомил я вас многописанием, но вы же меня понудили. Прошу не пропустить без внимания написанного, особенно последних строк. Письмо пятое. Сколько вы наделали вопросов по поводу предыдущих двух писем. Это показывает вас прилежную, живую и восприимчивую ученицу и обещает успех. Тем охотнее мне писать. Но не на все буду вам отвечать теперь, оставляя ответы до следующих разов. Займусь тем, что более всего вас занимает. Пишите. Ваши слова о сторонах, силах и потребностях человеческого естества вводят меня внутрь себя. Вхожу. Кое-что вижу, но большая часть то туманно, то совсем невидима для меня. Сильно желаю знать, что такое духовная, душевная и телесная сторона в человеке, какие в каждой потребности и как они удовлетворяются. Мне очень хотелось бы держать себя на уровне человеческого достоинства, истинного, как нам назначено быть творцом. Хорошо-с. Вы касаетесь самых основ нашей жизни, объяснение которых даст нам основы для всех последующих рассуждений. Уж как же иначе человеку и жить, как не так, как он устроен? Установив здравое понятие о том, как устроен человек, получим вернейшие указания на то, как ему следует жить. Мне думается, что многие потому и не живут как должно, что думают, будто правила о сей достодолжной жизни навязываются совне, а не исходят от самого естества человека и не им требуются. Если были уверены, что так есть, не стали бы поперечить им и отступать от них. Итак, извольте прислушать. Тело наше состоит из разных органов, из коих каждый совершает свое отправление, существенно необходимое для жизни телесной. Главных органов три. Первое. Желудок с легкими сердцем, артериями и венами, лимфатическими сосудами и множеством других сосудов, сосудцев и желез, служащих для разных отделений из крови и соков тела. Отправление всех их питания тела или плототворения. Второе. Система мускулов и костей, отправление коих есть движение внутри и вовне. И третье. Система нервов, центр коих голова, спинной мозг и система гангли, где-то под брюшною и грудною преградую, а разветвление проникает все тело, отправление ее чувствительность. Когда ход этих отправлений и взаимное их отношение в порядке, тело здорово и жизнь вне опасности. А когда этот порядок нарушается, тело заболевает и жизнь в опасности. Каждое отправление имеет свою потребность, которая дает себя живо чувствовать живущему, требуя удовлетворения. Потребности желудочной или питательной и плототворной части суть пища, питье, воздух, сон. Потребность мускульно-костяной части есть потребность напрягать мускулы, которую всякий чувствует, долго засидевшись, и прямо потребность движения, заставляющая ходить, гулять, работать что-нибудь. Потребность нервной части приятное раздражение нервов всего тела, как мерность тепла и холода и подобное, и особенно приятное раздражение пяти наших чувств, в которых нервная система вышла наружу для общения с внешним миром. Все это, как видите, телесно, душе какое бы до всего этого дело, но как она по теснейшему сочетанию с телом приняла его в свою личность, то своими считает и все потребности телесные. Оттого говорим «Я хочу есть, пить, спать, хочу ходить, гулять, работать, хочу видеть разноцвет, слышать разноголосие, обонять разноухание и прочее». Усвоив себе все потребности телесные, душа своим делом считает и удовлетворение их, и хлопочет о пище, питье, сне, одежде, крови и о всем прочем, всячески желает добиться того, чтобы тело было покойно и не тревожило ее своими докучливыми требованиями. Это отношение души к телу, которое она держит не учась, а сама собою, по внутреннему некоему понуждению, обнаруживается в ней вроде некоего инстинкта, животолюбием, телолюбием, желанием покоить тело и доставать все для того потребное. Совокупность всего этого и есть телесная сторона человеческой жизни. Но не все здесь одинаково телесно или плотяно и чувственно. Крепко плотяна только питательная часть, но и она облагораживается приспособлением ее удовлетворения к потребностям и целям собственно душевным. Органы же движения и чувства служат более нуждам души, чем тела. А один орган, стоящий будто вне системы прочих органов, именно орган слова, исключительно есть орган души, назначенный для служения ей одной. Телесная, плотская, чувственная, неодобрительная в нравственном отношении жизнь есть та, когда человек, увлекаясь крайне животолюбием и телолюбием, поставляет главную для себя целью и заботую покой тела или всестороннее удовлетворение потребностей лишь телесных с забвением о душе и тем паче о духе. При этом каждая телесная потребность, естественно простая, расположается во множество прививных потребностей через привычку и пристрастие к разным способам ее удовлетворения. Возьмите пищу или питье или одежду. Что кажется проще всего сюда относящегося? А между тем, сколько потребностей неотлучных, хоть умри допадай. Оттого видим, что иные минуты не имеют свободной, бегая за нужным для удовлетворения их, при всем том, что десятки других лиц заняты для них тем же. У таких неизбежно должны голодать душа и дух, если они еще не совсем заглушены, забиты и погружены в чувственность. Извольте о всем этом поразмыслить от душе до следующего письма. Письмо шестое Вы входили внутрь. Войдемте туда снова. Смотрите, какое там множество и разнообразие действий и движений. То одно, то другое, то входит, то выходит, то принимается, то отвергается, делается и переделывается. Ибо душа пресно движна и на одном стоять не в силах. Если мы станем смотреть в душу сообща, то ничего не разберем. Надо действие ее распределить по родам и каждый род потом рассматривать особо. Да уж давно присмотрелись и распределили все действия души на три разряда мыслей, желаний и чувств, назвав каждой особую стороной души мыслительную, желательную и чувствующую. Возьмем это разделение и начнем обозревать каждую сторону. Сторона мыслительная. Если внутри нас видится смятение, то оно наибольший простор имеет в мыслях, желания же и чувства метутся уже под действием мыслей. Но в разряде мыслей не все есть беспорядочное движение, есть в среде их ряд серьезных занятий. Они это собственно и составляют настоящее дело жизни душевной со стороны мыслей. Вот эти занятия. Первое. Как только заметили вы что-либо вовне посредством своих чувств или выслушали рассказ других о том, что они заметили своими чувствами, тотчас все то воображение воображает и память запоминает и в душу ничто не может войти помимо воображения и памяти. Затем и последующая деятельность мыслительная опирается на воображении и памяти. Чего не сохранила память, того не вообразишь, о том и думать не станешь. Бывает, что мысли прямо рождаются из души, но и они тотчас облекаются в образ. Так что мыслительная сторона души вся есть образная. Второе. Но воображение и память добывают и хранят только материал для мыслей. Само движение мыслей исходит из души и ведется по законам ее. Припомните, как ваш маленький брат, увидев какую-либо новую вещь, тотчас обращался к вам или другим с вопросами «А что это? Кто это сделал? А из чего это?» и не успокаивался, пока не решат ему всех этих вопросов и не удовлетворят его. Мыслительность души начинается именно с порождением сих вопросов и рождает мысли в ответ на них или принимает готовые уже об этом мысли от других. Воображение и память не мыслят, они чернорабочие силы, подъяремные. Способность души, из которой исходят такие вопросы и которую доискиваются и порождаются мысли в ответ на них, называется рассудком, которого дело рассуждать, обдумывать и находить требуемое решение. Понаблюдайте за собою и найдете, что ничего у вас не делается без обдумывания и соображения. Всякую малость приходится обсуждать. Как бы мгновенно это не делалось, но всюду входит соображение и идет по означенным прежде вопросам. Третье. Когда вы обдумываете, то тут нет еще определенной мысли. Мысль определенная устанавливается, когда найдете решение какого-либо из вопросов. Рассудок ваш все роется, ища, что такое есть какая-либо вещь, откуда она и для чего она и прочее. Когда же найдете сами такое решение или выслушав его от других согласитесь с ним, обыкновенно говорите «теперь понимаю, толковать больше нечего, дело решенное». Это решение дает покой вашей мыслительности относительно занимавшего вас предмета. Тогда рассудок ваш обращается к другим предметам, а сложившаяся мысль сдается в архив душевный, память, откуда по требованию нужды берется как пособие к решению других вопросов, как средство к слаганию других мыслей. Совокупность всех сложившихся таким образом понятий составляет образ ваших мыслей, которые вы и обнаруживаете при всяком случае в речах своих. Это есть область вашего знания, добытого вами трудом мысленным. Чем больше у вас решено вопросов, тем больше определенных мыслей или понятий о вещах. Чем больше таких понятий, тем шире круг вашего знания. Таким образом, как видите, выше памяти и воображения у вас стоит рассудок, который своим мыслительным трудом добывает для вас определенное о вещах понятия или познания. Не на всякий вопрос удается нам добыть определенный ответ. Большая часть их остается нерешенными. Думают, думают и ничего определенного не придумают. Почему говорят «может быть так, а может быть этак»? Это дает мнение и предположение, которых в общей сложности у нас не больше ли, чем сколько есть определившихся познаний. Когда кто, обсуждая известный класс предметов, да будет сам и от других позаимствует так много определенных о них мыслей и понятий, а нерешенное в них успеет дополнить такими удачными мнениями и предположениями, что может счесть этот круг предметов достаточно познанным и уясненным, тогда приводит все добытое в порядок, излагает в связи и последовательности и дает нам науку о тех предметах. Наука венец мыслительной работы рассудка. Все это я рассказываю вам за тем, чтобы яснее вам было, в чем должна бы состоять естественная законная деятельность нашей мыслительной силы. Ей следовало бы трудолюбно обсуждать незнаемое еще, чтобы познать то. Научниками быть дано очень немногим, не всем можно и проходить науки, но обсуждать окружающие нас вещи, чтобы добыть определенные о них понятия, всем и можно, и должно. вот этим и следовало быть у всех занятую мыслительной силе. Сколько она добудет, это судя по своей крепости, но она должна быть всегда занята серьезным делом обдумывания и обсуждения действительности. Между тем, что видим в нашей мысленной области? непрерывное движение образов и представлений без всякой определенной цели и порядка. Помышления за помышлением восстают и то идут в ряд, то поперечат друг другу, то забегают вперед, то возвращаются назад, то отбегают в сторону, ни на чем не останавливаясь. Это не рассуждение, а блуждание и рассеяние мыслей. Следовательно, состояние совсем противоположное тому, чем бы следовало являться нашей мыслительной силе, болезнь ее, столь внедренная в нее и общая всем, что вы ни одного не найдете человека, который бы мог постоянно вести серьезный труд мышления, не подвергаясь рассеянию и блужданию мыслей, отрывающих его от дела и увлекающих в разные стороны. Часто мы задумываемся, что это за состояние? Вот что. Мысль сходит в архив памяти и помощью воображения перебирает там весь собравшийся хлам, переходя от истории к истории по известным законам сцепления представлений, приплетая к бывалому небывалое, а нередко даже невозможное, пока не придет в себя и не возвратится к действительности окружающей. Говорят, углубился. Углубился, но в пустоту, а не в серьезное обсуждение дела. Это есть то же, что сонное мечтание, праздномыслие и пустомыслие. Понаблюдайте за собою и увидите, что большая часть времени проходит у нас именно в таком пустомыслии и блуждании мыслей. Иной день, и не больше ли таких, ни одной серьезной мысли не вспадет на ум. Прошу обратить на это внимание и заняться решением вопроса, пристало ли так действовать разумной твари. А я, между тем, обращусь к другим разрядам душевной деятельности. Письмо седьмое. Желательная сторона. Действующая здесь сила есть воля, которая волит, желает приобресть, употребить или сделать, что находит полезным для себя или нужным или приятным и не волит, не желает противного тому. Воление воли требует соответственного дела, потому воля, прямее, есть деятельная сила, которой существенная потребность жить и действовать. Она держит в своем заведовании все силы души и тела и все подручные способы, которые все и пускает в ход, когда нужно. В основе ее лежит ревность или ретивость, жажда дела, а возбудителями стоят при ней приятные, полезные и нужные, которых, когда нет, ревность спит и деятельные силы теряют напряжение, опускаются. Они поддерживают желание, а желание разжигает ревность. Ход раскрытия сей стороны душевной таков. В душе и теле есть потребности, которым привелись и потребности житейские, семейные и общественные. Эти потребности сами по себе не дают определенного желания, а только нудят искать им удовлетворение. Когда удовлетворение потребности тем или другим способом дано однажды, то после того, вместе с пробуждением потребности, рождается и желание того, чем удовлетворена уже была потребность. Желание всегда имеет определенный предмет, удовлетворяющий потребность. Иная потребность разнообразно была удовлетворена, потому с пробуждением ее рождаются и разные желания, то того, то другого, то третьего предмета, могущего удовлетворить потребность. В раскрывшейся жизни человека потребностей за желаниями и не видно. Роятся в душе только сии последние и требуют удовлетворения, будто сами для себя. Что делать душе с ими желаниями? Ей предлежит выбор, какому предмету из желанных дать предпочтение. По выборе происходит решение сделать или достать или употребить избранное. По решении делается подбор средств и определяется способ и порядок исполнения. за этим следует наконец дело в свое время и в своем месте. Всякое, даже самое маленькое дельце идет сиим порядком. Это можете вы проверить на каком-либо своем деле. По навыку иногда все эти действия совершаются мгновенно и за желанием тотчас следует дело. Выбор, решение и средства берутся тогда из прежних дел и особого производства не требуют. В пожившем человеке все почти делается по навыку. Редко случается какое-либо предприятие или начинание, выходящее из обычного порядка дел и знаний. Так уж бывает, что сложившаяся жизнь требует соответственных себе дел. Как они повторяются часто, то естественно обращаются в навык, нрав, правила жизни и характер. Из совокупности всех такого рода навыков, правил и порядков устанавливается образ жизни известного лица, как из совокупности установившихся понятий составляется образ его мыслей и воззрений. Зная чей-либо образ жизни, можно угадывать, что он думает в то или другое время и как поступит он в известных обстоятельствах. За правителем деятельной жизни поставлено благоразумие, которое есть тот же рассудок, только состоящий на службе уволи. В мысленной области рассудок решает как что есть из существующего, а в желательной и деятельной определяет как что делать должно, чтобы верно было достигаемо то, что законно возжелано. Когда навыкнет он определять это как следует, так что человек дела свои ведет всегда или большую частью с успехом, тогда ему справедливо приписывается благоразумие, умение с успехом вести дела, верно соображая средства с целями и дела с внешними обстоятельствами. Из сказанного вам не трудно будет вывести заключение о естественно законной деятельности воли, которая, как видите, есть госпожа всех наших сил и всей жизни. ее дело определять образ, способ и меру удовлетворения желаний, порождаемых потребностями или их заменивших, чтобы жизнь текла достодолжно, доставляя покой и радость живущему. Есть у нас, как поминалось, потребности и желания душевные, телесные, житейские и общественные. Не у всех они одинаково проявляются, потому что не у всех одинаково слагается жизнь, а у одного так, у другого иначе. Дело человека определить, как в своем положении может и должен он удовлетворять свои потребности и желания, приладить подходящие к тому способы и вести по тому свою жизнь. Вести здравомысленно по установившейся норме свою жизнь, со всеми делами ее и начинаниями все есть задача желательной и деятельной стороны нашей жизни. Так бы следовало. Но вникните и рассмотрите, что бывает. В мысленной стороне у нас бывает смятение, рассеяние, блуждание мыслей, а в желательной непостоянство, беспорядочность и свои нравия желаний, а за ними и дел. Сколько времени проходит у нас в безделье и пустоделии, шатаемся туда и сюда, сами не знаем для чего, делаем и переделываем, не умея дать здравого в том отчеты. Идут у нас начинания за начинанием и дело за делом, но из всего выходит только толкотня, суета. зарождаются желания, и ничего с ними не поделаешь, давай, давай, и добро бы это однажды так, а то почти что не час. Отчего это? Расплылась госпожа наша воля. Посмотрите еще сколько у нас есть пришлых возбудителей желаний, гнев, ненависть, зависть, скупость, тщеславие, гордость и подобные. Источником желаний должны быть естественные потребности сложившейся жизни семейной и общественной. А в этих всех что есть естественного? Они только расстраивают естество и все порядки жизни. Откуда же это варварское нашествие? Оставляю это вам на рассуждение, а сам поспешу к концу. Письмо восьмое Сторона чувства сердца Кто не знает, сколь великое значение имеет в жизни наше сердце? В сердце осаждается все, что входит в душу совне и что вырабатывается ее мыслительную и деятельную стороною, через сердце же проходит и то все, что обнаруживается душою вовне. сердце оно и называется центром жизни. Дело сердца чувствовать все касающееся нашего лица, и оно чувствует постоянно и неотступно состояние души и тела, тела. А при этом и разнообразные впечатления от частных действий, душевных и телесных, от окружающих и встречаемых предметов, от внешнего положения и вообще от течения жизни, понуждая и нудя человека, доставлять ему во всем этом приятное и отвращать неприятное. Здоровье и нездоровье тела, живость его и вялость, утомление и крепость, бодрость и дремота, за тем, что увидено, услышано, осезано, обоняно, вкушено, что вспомянуто и воображено, что обдумано и обдумывается, что сделано, делается и предлежит сделать, что добыто и добывается, что может и не может быть добыто, что благоприятствует нам или не благоприятствует, лица ли то или стечение обстоятельств, все это отражается в сердце и раздражает его приятно или неприятно. Судя посему, ему и минута нельзя бы быть в покое, а быть в непрерывном волнении и тревоге, подобно барометру перед бурью. Но предчувствовалось, и многое проходит у него без следа, как можете проверить теми случаями, что когда в первый раз случится нам быть где, то все нас там занимает, а после второго и третьего раза разве что. всякое воздействие на сердце производит в нем особое чувство, но для развлечения их в нашем языке нет слов. Мы выражаем свои чувства общими терминами приятно-неприятно, нравится-не нравится, весело-скучно, радость-горе, скорбь-удовольствие, покой-беспокойство, досада-довольность, страх-надежда, антипатия-симпатия. Понаблюдайте за собою и найдете, что на сердце бывает то одно, то другое. Но значение сердца в экономии нашей жизни не то только, чтобы страдательно состоять под впечатлениями и свидетельствовать об удовлетворительном или неудовлетворительном состоянии нашим, но и не то, чтобы поддерживать энергию всех сил души и тела. Смотрите, как спешно делается дело, которое нравится, к которому лежит сердце. А пред тем, к которому не лежит сердце, руки опускаются и ноги не двигаются. оттого, умеющие собою править, встречая нужное дело, которое, однако же, не нравится сердцу, спешат найти в нем приятную сторону и, тою, помирив с нею сердце, поддерживают в себе потребную для дела энергию. Ревность, движущая сила воли, из сердца исходит. То же и в умственной работе. Предмет, павший на сердце, спешнее и всестороннее обсуждается, мысли при этом роятся сами собою, и труд, как бы он ни был долг, бывает не в труд. Не все всем нравится, и не у всех ко всему одинаково лежит сердце, но у одних больше к одному, а у других больше к другому. Это выражается так, у всякого свой вкус. Зависит это частью от естественного предрасположения, частью и не больше ли от первых впечатлений, от впечатлений воспитания и случайностей жизни. Но как бы ни образовались вкусы, они заставляют человека так устроить свою жизнь, такими окружить себя предметами и соотношениями, какие указывают его вкус и с какими мирен он бывает, удовлетворяясь ими. Удовлетворение вкусов сердечных дает ему покой, сладкий, который и составляет свою для всякого меру счастья. Ничто не тревожит, вот и счастье. Если бы человек всегда в мысленной части держался здравомыслие, а в деятельности благоразумие, то встречал бы в жизни наименьшую долю случайностей, неприятных его сердцу, и, следовательно, имел бы наибольшую долю счастья. Но, как указывалось, мысленная часть редко держит себя достодолжно, предаваясь мечтам и рассеянности, и деятельная уклоняется от своего нормального направления, увлекаясь непостоянными желаниями, возбуждаемыми непотребностями естества, а пришлыми страстями. Оттого и сердце покоя не имеет, и пока те стороны находятся в таком состоянии, иметь его не может. Больше всего тиранят сердце страсти. Не будь страстей, встречались бы, конечно, неприятности, но они никогда не мучили бы так сердце, как мучат страсти. Как жжет сердце гнев, как терзает его ненависть, как точит злая зависть, сколько тревог и мук причиняет неудовлетворенные или посрамленное тщеславие. Как давит скорбь, когда гонор страдает. Да если построже рассмотреть, то найдем, что и все наши тревоги и боли сердца от страстей. Эти злые страсти, когда удовлетворяемы бывают, дают радость, но кратковременную, а когда не бывают удовлетворяемы, а напротив встречают противное, то причиняют скорбь продолжительную и несносную. Таким образом видно, что сердце наше точно есть корень и центр жизни. Оно, давая знать о хорошем или худом состоянии человека, возбуждает к деятельности прочие силы и послед деятельности их опять принимает в себя на усиление или ослабление того чувства, коим определяется состояние человека. Казалось бы, что ему следовало бы отдать полную власть и над управлением жизнью, как это и бывает у многих-многих вполне, а у всех прочих понемногу. Казалось бы, так и, может быть, по естеству оно имело именно такое назначение, но превзошли страсти и все помутили. При них и состояние наше указывается сердцем неверно, и впечатления бывают не таковы, каким следовало бы быть, и вкусы извращаются, и возбуждения других сил направляются не в должную сторону. Потому теперь закон держать сердце в руках и подвергать чувства вкусы и влечения его строгой критики. Когда очистится кто от страстей, пусть дает волю сердцу, но пока страсти в силе давать волю сердцу, значит, явно обречь себя на всякие неверные шаги. Хуже всего поступают те, которые и целью жизни поставляют сластье сердца и наслаждение, как говорят, жизнью. Так как сластье и наслаждение плотские и чувственные дают себя сильнее чувствовать, то такие лица всегда не спадают в грубую чувственность и становятся ниже той черты, которая отделяет человека от прочих живых тварей. Так вот вам душа и душевная жизнь со всех ее сторон. Я указывал нарочно, чему естественно следует быть на каждой стороне и чему не следует. И без напоминания вам вижу в вас готовность следовать первому и отвращать последнее. И благослови Господи. Письмо 9 Пишите «Я пробовала удержать свои мысли на серьезном и никак не смогла. Думала, что это зависит от моей непривычки рассуждать и взяла хорошую книгу, чтоб при помощи ее держать ум отдельным рассуждающим. И тут тоже ум все отбегает на сторону и все к пустякам. Наконец я и совсем задумалась и где-где не была и каких историй не наплела. Кто-то из наших привел меня в себя вопросом «Что это ты зафилософствовалась? О чем?» А я совсем не философствовала, а мечтала. Так и всегда ведь бывало, но прежде я не обращала на это внимания. Теперь вижу и вижу, что сему не должно бы быть. Но как же быть? Никак не управишься с мыслями. Как с этим быть? Я расскажу вам после. А теперь к тому вашему наблюдению прошу приложить и другое. Попробуйте хоть денек один пробыть без серчания и досадования и скажите, как это вам удастся. Затем вы задаете мне вопрос. Вы заключили, вот вам душа и душевная жизнь. Но у вас не все указано, что бывает в душе. Не о добродетелях, не о благочестии, не слова. А я вижу, что в нашей семье, у родных и у многих знакомых они на первом месте не в слове только, но и в деле. Как же о них не упомянуто? Об этом только что я собирался писать. Я и прошлый раз хотел сказать, что скажу теперь, но подумалось подождать и посмотреть, как взглянете вы на все сказанное. И вот ваш вопрос. Благодарствую за серьезное вникание в предлагаемое. Сие достойно вашей так хорошо сложенной головки. пропуск вами замеченный, не пропуск, но говорить о том, что вам показалось опущенным, было здесь совсем неуместно. Не дело души заниматься теми предметами, на то есть дух, а душа вся обращена исключительно на устроение нашего временного быта земного. И познание ее всегда строится только на основании того, что дает опыт, и деятельность ее обращена на удовлетворение потребностей временной жизни, и чувства ее порождаются и держатся только из ее состояния и положения видимых. Что выше сего, то не ее дело. Хоть и бывает в ней нечто вышесказанного, но то гость и суть, заходящая к ней из другой высшей области, именно области духа. Что же это за дух? Это та сила, которую вдохнул Бог в лицо человека, завершая сотворение его. Все роды существ наземных изводила по велению Божию земля. Из земли изошла и всякая душа живых тварей. Душа человеческая, хотя исходна с душой животных в низшей своей части, но в высшей она несравненно превосходнее ее. Что она является такой в человеке, это зависит от сочетания ее с духом. Дух, вдохнутый Богом, сочетавшись с нею, столько возвысил ее над всякую нечеловеческую душою. Вот почему внутри себя мы замечаем кроме того, что видится у животных, и то, что свойственно душе человека одуховленной, а выше еще, то, что свойственно собственно духу. Дух, как сила от Бога исшедшая, ведает Бога, ищет Бога, и в нем одном находит покой. Некием духовным сокровенным чутьем удостоверяясь в своем исхождении от Бога, он чувствует свою полную от Него зависимость и сознает себя обязанным всячески угождать Ему и жить только для Него и им. Более осязательное проявление сих движений жизни Духа суть первая страх Божий. Все люди на каких бы они степенях развития не стояли знают что есть верховное существо Бог который все сотворил все содержит и всем управляет что и они во всем от Него зависят и Ему угождать должны что Он есть судья им сдовоздаятель всякому по делам Его Таков естественный символ веры в Духе написанной Исповедуя Его Дух благоговеенствует перед Богом и исполнен страха Божия Второе Совесть Сознавая себя обязанным угождать Богу Дух не знал бы как удовлетворить сей обязанности если бы не руководила Его всем совесть сообщив Духу частичку своего всеведения в указанном естественном символе веры Бог начертал в нем и требования своей святости правды и благости поручив Ему же самому наблюдать за исполнением их и судить себя в исправности или неисправности сия сторона Духа и есть совесть которая указывает что право и что неправо что угодно Богу и что неугодно что должно и чего не должно делать указав властно понуждает исполнить то а потом за исполнение награждает утешением а за неисполнение наказывает угрызением совесть есть законодатель блюститель закона судья я и воздо ятель она есть естественные скрижали завета божия простирающегося на всех людей и видим у всех людей вместе со страхом божиим и действия совести третье жажда Бога она выражается во всеобщем стремлении ко всесовершенному благу и яснее видна тоже во всеобщем недовольстве ничем тварным что означает это недовольство то что ничто тварное удовлетворить духа нашего не может от Бога исшедший Бога Он ищет Его вкусить желает и в живом с Ним пребывая в союзе и сочетании в Нем успокаивается когда достигает сего покоен бывает а пока не достигнет покоя иметь не может сколько бы не имел кто тварных вещей и благ все ему мало и все как и вы уже замечали и ищут и ищут ищут и находят но нашедшие бросают и снова начинают искать чтоб и то нашедшие так же бросить так без конца это значит что не того и не там ищут что и где искать следует неосезательно ли это показывает что в нас есть сила от земли и земного влекущая нас горе к небесному не разъясняя вам подробно всех этих проявлений духа навожу только мысль вашу на его присутствие в нас и прошу вас побольше подумать об этом и довести себя до полного убеждения что точно есть в нас дух ибо в нем отличительная черта человека душа человеческая делает нас малым нечем выше животных а дух являет нас малым нечем умоленными от ангелов вы конечно знаете смысл ходящих у нас фраз дух писателя дух народа это совокупность отличительных черт действительных но некоторым образом идеальных умом дознаваемых неуловимых и неосязаемых то же самое есть и дух человека только дух писателя например видится идеально а дух человека присущ в нем как живая сила живыми и ощущаемыми движениями свидетельствующая о своем присутствии из сказанного мне желательно было бы чтобы вы вывели такое заключение в ком нет движений и действий духа тот не стоит в уровне с человеческим достоинством